я тоже хочу купить еще диффузоров потому что блин вот просто перебирать появляется время к времени находишься какие-то эти самые какие-то ящики а каждый может выбрать себе пластиночку я заметил одну законоверность чем больше динамика в системе тем меньше важность того как я спрашиваюсь вот мы с петлей бронхина мучились вчера и сидим и не сидим и не сидим и не кофе единственное что это только на высоких частотах это я сейчас просто поставлю я сейчас тебе поставлю сиди и поставлю линию нет потому что это на высоких частотах разница есть динамика больше я покажу на системе фокус который происходит при том как при конструкции которая есть здесь которая которая я занимаюсь дело в том что в стандартной конструкции на стандартных динамиках добавление высоких частот Высокие частоты там как бы растекаются по картинке. Они как бы заставляют светиться поверхность, сиять. Сильнее и сильнее. Чем больше добываешь, тем больше, больше, больше. У меня высокие частоты уходят в середину. Они... Вверх практически не добавляется. Добавляется разрешение внутри, добавляется воздух внутри. Вот эта фишка, за которую я долго гонялся, про которую мы с Сережей говорили, я говорю, что высокие надо загонять в глубину, надо найти способ. Вот я какой-то способ нашел, там он комбинированный, довольно сложный. Я думаю, что есть более простой способ. Вот пойдем, когда вниз, смешать большую систему, да, напомню мне просто, я вот просто добавлю высоких и не послушаю, что происходит с картинкой. Там у которой другая реакция. Что касается источника, то... Сейчас, выключаю. Один умный речь скажу. Я все время хочу написать, никак, как бы руки не доходят. Миша сейчас рассказывал. Я был на концерте, вот отдыхал, там был, там достаточно хорошие музыканты живые выступают, да. Там играла скрипка, то есть скрипка-арфа-дуэт. И я сидел в первом ряду, а первый ряд в деревне, это значит, что человек стоял вот так вот, как ты, или там, как Сережа, да, и как бы играл на скрипке. Человек вполне квалифицированный. На скрипке средней руки. И вот они играли, в общем, простую музыку, но время... Ну, они туда загнали вальс Шостаковича. Шостакович очень большой любитель поиграть наверху. Да, он очень хорошо уходит наверху, очень хорошо знает верхний регистр и так далее и тому подобное. Вот пока они играли трень-брень, там, легких дворжиков, там и так далее, салонную музыку, все было нормально, да. Как только они начали играть Шостаковича, видимо, репертуар там достаточно маленький для такого дуэта, я вот физически я почувствовал, когда он уходит вверх, скрипка не тянет, и вот он как в мат плечом, и давит, и давит, и она уходит вверх, и она вроде бы и играет. Но вот как Александр Маршал берет там до второй октавы, если он до нее добирается, или там как Лепс, да, берет верхние звуки, по-простому, да. И я подумал о том, что мы сплошь и ряд, то есть скрипач, он понимает, что он должен вытащить из этой скрипки, скрипка не дает, ну не может она, вот не может она. Вот мы зачастую, я вдруг подумал о том, что скрипач это тракт электронный, а инструмент это акустика, которая у нас есть. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что акустика нам не дает, и мы не всегда это понимаем. У нас начинаются какие-то искажения, перекосы, мы начинаем менять шнуры и так далее и тому подобное. Вот эта вот акустика, где минимальное механическое сопротивление движения, да, она очень чувствительна, то есть она дает очень многое. И за счет этого она очень чувствительна к источнику, причем не потому, что вот с этим она играет хорошо, с этим плохо. Она просто играет то, что ей дает источник. Скрипка лучше исполнителя. Ну да. Она просто, и в этом смысле это достаточно ощутимо. Я сейчас поставлю две вещи, сначала поставлю CD, а потом поставлю винил в ту же самую пластинку, оригинальную. Я только посмотрю, что у меня тут сверху лежит. Такую видник поставил. Как мышь в углу. Звук идет такой прям постоянный. И горошек остается. Главное, что куда-то он их относит постоянно. Куда-то он ходит и носит. Как это вот... Запас где-то у него тут есть. Где горох проговоришь. Так, слушать мы будем товарища Сонни Робинцев. Way Out West. Это очень хорошее издание. Оно грамотно ремонстрировано. Это не Руди Ван Георгард, но тем не менее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова зафиксировал звук так я вертушку не сильно настраивал ничего не меняет только переключил входы сейчас громкость может придется убрать все совсем другое на миниле играет музыка плотный звук АКК саксофон будет так труд вот это цепляет как крючок Кураков пьется от Гарри Поттера вот шапку выбирает Сергей Ревос саксофон правильный рак потом предъявим ему он Гарри Поттера обчитался Гарри Поттера виноват шапку выбирает зимние волосы Гарри Поттера виноват